Экскурсию по своей выставке Игорь Лузаков начинает с морских пейзажей. Вот таким, полным света и воздуха, художнику запомнилось Азовское море. Непохожие на эти, но не менее яркие впечатления он привёз из заграничных поездок – Германии, Сербии, Чехии, Хорватии. В основном это городские виды. В соседнем зале – то, что всё же ближе сердцу – родная природа, Брянска и окрестностей. Здесь и осенние мотивы, и оранжевые восходы, и зимние этюды. Такие поэтичные названия художник даёт своим полотнам. Ведь недаром его самого коллеги называют не иначе, как пейзажный лирик. С момента того, как я зашла в выставочный зал, я почувствовала жизнь в каждой работе художника. Потому что то ли это пейзажная лирика, то ли это натюрморт какой-то. Вы знаете, везде жизнь, насыщенные краски. И мне кажется, в каждой его работе есть душа. А душа очень важна для того, чтобы человек проникся этой работой и ушёл с каким-то определённым впечатлением. Первое впечатление у меня очень хорошее. Такой реалистический художник, но работает в разных жанрах. Очень нравится природа, очень нравятся его абстракционистские работы. Потом ещё и его путешествия. Другая важная для автора тема – православная. На многих холстах монастырь Спаса Нерукотворного. Находится он в соседней, Калужской области, недалеко от Оптиной пустыни. Впервые художник побывал там на пленэре в 2010 году. Про них всё говорит до глубины души. Энергетика там, по словам автора, космическая. Теперь один-два раза в год он обязательно ездит в монастырь. Ходит на службы, гуляет по окрестностям. И, конечно же, фиксирует местные красоты и происходящие там чудеса. Известен этот монастырь ещё более тем, что в нём проживала ныне покойная матушка Симфора, которая прожила 101 год. Она в преклонном возрасте ходила на службу в Оптину пустынь за 20 километров. У неё есть работа «Натюрморт», который написал её Келли. В этом «Натюрморте» её фотография, которую мироточит до сих пор, настолько это был человек необычный. Лузаков любит живопись. Но всё же основная его специализация – монументальное искусство. Красочные витражи буквально заставляют один из музейных залов светиться, несмотря на то, что это всего лишь репродукции. Автор сетует, что впечатление всё-таки не то, что в жизни. Стекло, цвет и свет – вот из чего создаются истинные шедевры. Я думаю, что в этой технике он преуспел, скажем так. Яркий, декоративный, у него какая-то своя пластика витражная. Он отличается от других художников, которые работают именно в этой технике. Он и живописец, и монументалист. И поэтому это и накладывает особый почерк на его живопись, на его графику, на его монументальное искусство. В живописи он использует те навыки, которые он получил во время обучения в Харьковском институте как монументалист. И отличительная черта его живопись – насыщенность, яркость, декоративность. С юбилейной выставкой автора пришли поздравить друзья и коллеги. Творческих успехов Игорю Лузакову пожелал и заместитель губернатора Александр Коробко. В ответ художник пообещал не останавливаться на достигнутом и попробовать себя в новых амплуа. К слову, сейчас Игорь Лузаков работает над Тючевской и Толстовской темами. А еще он намерен сделать масштабные работы со многих представленных на выставке этюдов. Елена Бочкарева, Александр Егоров. События. Брянск.